девочки всем привет меня зовут ира и сегодня у меня на голове гулька на самом деле это не случайно потому что прямо сейчас я нахожусь процессе создания локонов без горячих приборов для другого видео вот что у меня получилось если вам интересно каким образом то вот здесь будет ссылочка также внизу в описании обязательно переходите и смотрите и чтобы не терять время даром я решила отснять пустые баночки у меня насобирался уже вот такой целый пакет здесь на самом деле будет не эвелин продукция эвелайн как хотите здесь будет сборная солянка ну думаю начнем не знаю видео наверное получится длинным и начну я наверное с ухода за волосами для меня это самое интересное всегда не помню показываю вам или нет обзор точно был кстати на все средства которые я буду показывать в этом видео если у меня на моем канале есть обзоры ссылочки будут также внизу в описании вот такая вот маска от гарнир фруктис банан суперфуд экстра питание очень она прогремела на ю тубе во всех косметических форумах многие ее расхваливали я могу сказать что я не была в восторге в принципе как и сейчас от этой маски она у нас заявлена как веганский продукт 98 процентов биоразлагаемая формула растительные масла без силиконов без парабенов и искусственных красителей что могу сказать здесь достаточно неплохой объем 390 миллилитров очень приятный запах который раньше мне безумно нравился моему мужу кстати нет но все-таки сейчас мне кажется что запах очень навязчивый он сохраняется на волосах но правда не очень долго поэтому если вам понравится продукт можете не переживать насчет того что он будет перебивать ваш парфюм длительное время что хочу сказать использовать ее можно тремя способами как маску после мытья головы как маску перед мытьем головы и как не смываемое средство скажем так мне не хватило как раз таки этих самых силиконов она вроде бы и напитывает волосы но лично для меня этого недостаточно у меня достаточно пористая структура волос они ближе к сухому типу на мой взгляд и поэтому мне честно говоря такого ухода недостаточно хотя волосы остаются рассыпчатыми благодаря отсутствию силиконов но нет вот этого вот мне кажется какого-то гладкости и струящегося полотна из-за отсутствия силиконов в общем то если вы любите более-менее натуральные продукты то советую присмотреться далее вот такая вот маска компресс для роста волос рост и сила наша белорусская витекс она содержит себе кофеин по моему перец экстракт перца да и женьшеня направлена она на стимулирование роста волос благодаря своим пекучим жгучим свойствам которые вызывают приток крови к луковицам волос и они по идее начинают быстрее расти что хочу сказать что это не экономичное средство лично на мой взгляд хватит его буквально на пять раз здесь объем 200 миллилитров и честно я какого-то эффекта не заметила но могу честно сказать что я не использовала его на регулярной основе то есть каждый раз мне не нравится наносить вот такие кремообразные средства на корни волос и никакого жжения ничего подобного я не почувствовал возможно если длительно хотя все средства для стимуляции роста волос нужно использовать длительно вы сами это знаете поэтому честно говоря я не могу вам не порекомендовать не отговорить вас от покупки этого продукта как бы у меня он был он закончился и на этом все повторять его я в принципе не собираюсь хотя слышала очень положительные отзывы допустим о шампуне из этой линейки далее вот такая вот сыворотка для роста волос понтенол аргинин и что хочу сказать что именно вот эта линейка арбел космекс стала одной из моей любимейших точнее именно шампунь его я покупаю на регулярной основе уже наверное раза четыре и точно куплю еще потому что именно шампунь он отлично действует волосы после него очень гладкие очень напитанные блестящие нереально струятся в как вот живое полотно что хочу сказать что если бы сейчас я увидела в продаже вот эту вот сыворотку я бы ее купила повторно но нужно понимать что для того чтобы увидеть результат от подобных средств нужно опять же использовать их длительно и желательно сочетать с активным массажем кожи головы я ее использовала прям сказать чтобы я заметила усиленный рост нет но все-таки мне кажется что как-то волосы отросли в тот месяц чуть-чуть побольше поэтому сейчас я бы с удовольствием повторила но к сожалению не могу найти в продаже а вот ополаскиватель из этой серии мне абсолютно не понравился по моему не делает с волосами вообще ничего него пожалуйста обходите стороной далее так с уходом за волосами у нас закончена теперь давайте крем и для лица посмотрим у меня закончилось два крема для лица вот такой крем интенсивное увлажнение для всех типов кожи свет отсвечивает надеюсь вам видно этот крем обещает нам интенсивное увлажнение повышение упругости и эластичности кожи скажу честно что этот крем не очень понравился он очень легкий не оставляет чувство стянутости хотя его можно знаете как говорится наслаивать то есть он впитал себя и хочется чуть-чуть еще но самое главное он не оставляет этой противные силиконовой пленки на коже и достаточно хорошо увлажняет кожу на мой взгляд если у вас нет каких-то особенных проблем каких-то шелушений или на холодное время года он конечно же не подойдет нужно что-то более питательное но вот для лета мне кажется идеальный вариант у меня была линейка 30 плюс далее вот такой вот кремушек липосомный увлажняющий отмерил у меня даже затерлась вот эта надпись если честно там сейчас перелит другой крем не просто нужно было с собой в дорогу брать этот закончился не могу сказать ничего не плохого не хорошего тоже достаточно легкие я люблю легкие текстуры хорошо увлажнял не вызывал никаких покраснений то есть обычный дневной крем далее давайте пройдемся для о тушам для ресниц их у меня сегодня аж четыре штуки в пустых баночках ну и начну наверное с хуже вот такая вот тушь она уже не закрывается потому что что-то я здесь сломала купила на нее есть обзор также на моем канале купила я ее фикс прайсе и абсолютно разочаровалась никогда не покупайте там косметику это был чисто эксперимент все-таки что может она стоила два рубля то есть около одного доллара даже чуть меньше вот такое название надеюсь вам видно абсолютно не понравилось склеивает ресницы хотя она черного такого смог как это говорится смоленистого смольного черного цвета короче хороший насыщенный цвет но ресницы она ужасно склеивает и она ужасно сыпется просто буквально через полчаса у вас будут вот такие вот черные круги под глазами дальше вот такая тушь куплен она тоже была в 3 цены вполне неплохая мне здесь нравилась кисточка она не дает вау эффекта но силиконовая кисточка позволяет очень хорошо прокрасить реснички разделить их поставить веером если вы это любите как бы как бюджетный вариант возможно да но супер эффекта от нее ожидать не стоит дальше вот такая вот тушь это мое полное разочарование от люкс визаж веер пышных ресниц я читала очень много хвалебных отзывов но мне почему-то не подошла во первых у меня этот ограничитель провалился буквально сразу поэтому даже показывать кисточку честно говоря вам стыдно она вот такая шла изогнутая говорю трудно показать изогнутая очень мягкая сама по себе кисточка поэтому если вы делаете второй слой ресниц она прям гнется то есть мне не понравилось и сам эффект от нее я не увидела вот честно тушь который меня всего лишь про было наверное месяц все обычно туши мне хватает гораздо на дольше но вот как можно пользоваться вот этим в общем то я осталась полностью недовольна и никому не советую такую тушь от люкс визаж далее от эвелин тушь я уже вам о ней рассказывала и знаете это такой спорный продукт для меня она слабовато я люблю более пышные ресницы что ли здесь очень интересная кисточка я не понимаю зачем вот этот прогиб в середине она ворсовая и лично для меня из-за вот этого прогиба гей очень трудно краситься потому что ты красишь глаз и посередине у тебя остаются не прокрашенные реснички не знаю зачем это сделано и вот в ворс набит очень часто поэтому трудно между ресничек залезть и она не дает вау-эффекта это скорее такой вариант для школьниц в школу либо на какой-то дневной макияж который знаете макияж без макияжа то есть ну вообще этим продуктом сделать большие открытые глаза просто невозможно и так давайте ускоримся это видео уже затянулось далее с декоративной косметики вот такая вот брау-паудер пудра для бровей это моя любимица у меня также есть обзор на канале очень классное средство но я его к сожалению разбила но честно я не знаю выброшу или нет она у меня вот так вот лежит хоть я им сейчас и не пользуюсь очень натуральные оттенки безражены очень хорошо наносится хорошо тушуется делает брови визуально гуще я даже не знаю вот это продукт это одни плюс здесь достаточно приличный объем как видите это целая прям синюшка большая до одиночная и они у меня до 22 года срок годности их и честно вот но рука не поднимается их выбросить поэтому наверное их я все-таки оставлю пусть лежат у меня тон номер два обалденное средство не засвечивала советую если вы любите пудры для бровей пользуетесь тенями то это просто идеальное средство далее вот такая вот помада биколор также есть отзыв и честно говоря я даже не буду ее открывать вам потому что там с ней случился такой кошмар никому все-таки не советую мне не очень нравилось как она ложится она полосит и делает проблески такие как бы но зато увлажняла губы но больше я ее не повторю меня было две таких помадки далее что у нас осталось я уже начинаю быстрее быстрее чтобы экономить ваше время а вот такой вот крем филлер для век совершенная кожа в прошлых пустых баночках нет в обзоре тональных средств вам показывала биби крем из этой линеечки который мне абсолютно не понравился и не подошел вот этот вот крем филлер он идет против припухлости и темных кругов под глазами что хочу сказать очень легкая консистенция темными кругами она не борется абсолютно не втягивает припухлости но просто как легкое увлажнение скорее на лето чем на зиму зиму хочется чего-то более мне кажется плотного подойдет он меня закончился полностью повторять скорее всего не буду но просто как ухаживающее такое средство можно приобрести но никакого результата отжидать от него не стоит и покажу вам два аромата вот такой вот фаберликовский мелодия он у меня уже видите немножечко осталось и он помутнел наверное сошел срок годности поэтому выбрасываю и аромат уже не тот честно скажу но мне безумно нравился очень такой свежий если вы любите свежие ароматы на себе то очень рекомендую попробовать правда я не знаю может быть фаберлик уже сняли из производства но мне безумно нравился вот этот аромат и еще одна моя любовь тоже без колпачка это делис я думаю многие знают эту этот парфюм сделанные во франции это номер 5 также люблю уже не первый у меня бутылек обожаю аромат и всем рекомендую очень хорошие стойкий парфюм на каждый день можно найти легкие ароматы там достаточно широкая линейка по моему более двадцати штук если не ошибаюсь но не буду утверждать в общем то присмотритесь относительно недорогой но хороший качественный парфюм все на этом все пустые баночки закончились пойду с чистой совестью все выброшу кроме вот этой штучки и все напишите мне пожалуйста пользуясь ли вы этими средствами что вам понравилось что нет и что вы мне можете порекомендовать особенно из белорусских туши буду вам очень благодарна обязательно подписывайтесь на мой инстаграм буду вам очень рада и мы с вами увидимся в следующем видео всем пока